Когда можно начинать брать деньги от мужчины? После секса мужчина начинает считать женщину своей. Чтобы деньги семьи это были деньги мужчины, а ее деньги это на красоту, что она себя не на помойке нашла. И женщина влюбляется в это состояние рядом с мужчиной. А если она еще и оргазмы с ним получает, она подсаживается на него. Если уже случился секс, то можно уже как-то этому мужчине и платежки на ЖКХ свои высылать. Дмитрий, вы извините, пожалуйста, я когда нервничаю, я всегда ем. О, это нормально. Скажите, а как вообще так вышло? Вы понимаете, откуда растут эти удивительные ноги? Что секс настолько ассоциирован с деньгами? Деньги это про инстинкт самовыживания. И если денег нету, то человек сталкивается с большими сложностями. Человеку намного сложнее родить, воспитать, приумножить. Поэтому инстинкт выживания, он вшит как и в размножение, так и в финансовый интеллект. Поэтому женщина, она поглядывает не только на то, какой красивый ее партнер, и как красиво говорит, и поет ей песни. Она смотрит на то, есть ли у него перспектива быть защитником, добытчиком. Этот мир достаточно сложен, и нужно развиваться, и для этого нам нужны ресурсы. Вот поэтому женщина прекрасно понимает, что партнер, который умеет зарабатывать деньги, у которого горят глаза, который знает, чего хочет, который видит себя через год, через два, чем он будет заниматься, он готов брать ответственность. Ведь мужчина, который наигрался в игрушки, он уже не получает истинного удовольствия от этого токсичного эгоизма, только для себя. Он начинает получать удовольствие от того, как он может позаботиться о своей женщине, о близких, родных. Другое дело, если ты пытаешься дефицит любви восполнить за счет секса и денег, тогда эта дорога никуда. Поэтому дефицит в любви нельзя утолить деньгами и сексом. Люди, им свойственно кидаться в крайности. Если женщина смотрит на мужчину и калибрует, как бы пытается понять мужчину, насколько он ответственен, осознан, насколько он уникален, потому что она себя не на помойке нашла, она хочет достойного себе мужчину. Если у него друзья, которые действительно делятся с ним ресурсами или это алкоголики во дворе, которые его тащат на дно, то это его перспективы. Но это не для того, чтобы продаться. Это для того, чтобы понять, подходим ли мы друг к другу. Потому что я готова с тобой делиться своей сексуальностью, женственностью, заботой, нежностью, ангельской любовью. Я готова служить тебе. И это нормально. В отношениях мы служим друг другу. Даже когда иногда бывает сложно, даже иногда, когда не хочется, даже тогда, когда терпеть нету сил. Но мы готовы. Мы готовы преодолевать это все. И не хочется, конечно же, в партнера, алкоголика, наркомана, тунеядца, инфантила, сексоголика. Дмитрий, такой вопрос. Видите ли вы тенденцию того, что вот пока у нас такое что-то непонятное, романтическое, а цветы и кофе, то вроде как вопрос денег в отношениях как-то неуместен. А если уже случился секс, то в принципе можно уже как-то этому мужчине и платежки на ЖКХ свои высылать. Действительно, после секса мужчина начинает считать женщину своей. Всегда ли? Ну, тот, кто рассчитывает на перспективные, долгосрочные отношения. Есть же сексоголики или мужчины-контрзависимые, которые боятся близких отношений. И его задача всегда строить с женщиной отношения уходящей спиной. То есть она должна за ним бегать, и если она не побежит, то он просто перейдет в другой. Так вот, произошел первый секс. И я так скажу, женщинам повезло меньше. Когда мальчик... Мой чернов. Когда мальчик воспитывается мамой, он находится в сильнейшем симбиозе первые три года. Он к отцу относится так себе. Он соперничает с отцом за любовь мамы. И мальчики в этом эдипальном конфликте все-таки проигрывают отцу и разворачиваются в мир мужчин и начинают сепарироваться от мамы. Вот эта вот пилюля или прививка от разрыва высокозначимых отношений помогает мужчине легко переживать разрыв отношений. Больше всего антидепрессантов употребляют женщины в период разрыва отношений. А мужчины справляются с этим лучше, потому что в детстве они получили этот опыт разрыва высокозначимых отношений. Им проще разрывать отношения. Они меньше переживают. Не все. Но если мы берем общую температуру по палате, то это, к сожалению, так. А почему к сожалению? Потому что, когда начинает женщина заниматься сексом с мужчиной, она становится зависимым от него на эмоциональном уровне, на энергетическом уровне. Почему так происходит? Потому что во время секса, а если она еще и оргазмы с ним получает, о май гад, у нее вырабатывается в сильнейших дозах окситоцин. Это наркотики, если хотите. И женщина влюбляется в это состояние рядом с мужчиной. Она подсаживается на него. Большинство женщин подсаживаются на мужчину после секса, даже если он гандон. Мудак, инфантил, сексоголик и так далее. Арбузер. Неважно. Она подсаживается на него. Ей кажется, что ее влечет к нему, потому что он такой ценный, важный, уникальный, незаменимый. На самом деле она подсаживается на него просто потому, что она женщина. Не сепарирована от мамы. Точно. И вот скажите мне, пожалуйста, как женщине подстраховать себя? Как женщине позаботиться о себе, если совсем недавно женщины начали платить налоги? А до этого женщина зависела от мира мужчин. Максимально. Да, женщины вышли на такой уровень осознанности, что перевернули мир, перевернули игру. Теперь я еду и на Патриках, Москва-Сити, я поворачиваю голову и вижу автомобиль намного дороже, чем мой. Я думаю, кто там? И там женщина. Вы думаете, она насосала? Нет. Подарили? Нет. Она едет в офис. Она едет в офис зарабатывать деньги. Это про самодостаточность, независимость. Если раньше женщина проверяла мужчину на финансовый интеллект для того, чтобы мужчина позаботился о ней, но сейчас очень много женщин диагностируют финансовый интеллект мужчины, потому что деньги к деньгам. Она приходит в отношения независимые, самодостаточные и не хочет строить отношения с мужчиной, у которого рейтинг финансовый ниже. И что, это меркантильность? Нет. Это желание строить равноценные партнерские отношения, где оба развиваются. И, конечно же, если у женщины хватает здравомыслия, осознанности, еще и построить отношения так, чтобы деньги семьи это были деньги мужчины, а ее деньги это на красоту и семейные делишки, так это вообще высший пилотаж. Поэтому это не меркантильность, это просто возможность выбирать. Раньше у женщины не было возможности выбирать партнера. Где родился, там и пригодился. Сейчас женщина может выбирать мужчин. С одной стороны, это вызывает очень много перспектив, а с другой очень много проблем, потому что женщины не привыкли выбирать. Поэтому я считаю, что к выбору партнера надо подходить так же профессионально, как развивать сферу профессиональную. Нужно подходить с головой. Дим, вот вы сказали о том, что самодостаточная и независимая женщина хочет партнерского союза, равного союза, в котором оба будут развиваться. Тем не менее, очень жива сказочка и баечка о том, что когда ты такая вся сильная и независимая, и что уж там это сказочками называть, мы все проходили такой опыт, то тогда не очень такие же сильные и независимые мужчины в тебе заинтересованы. Это атовизмы прошлого или это личный бред сумасшедшего, или что это? Ну, конечно же, книга, которая обучает женщину смирению и кротости, и это смирение и кротость, некое бездействие, даже жертвенность, отказ от инициативы и развития, она может продаваться лучше, потому что здесь очень все вроде как удобно. служи, растворяйся, значит, будь без инициативы, ищи принца на белом коне, и твоя ангельская любовь обязательно преумножит возможности изобилия. Это хорошо продается, но, к сожалению, если женщина не развивается, если она не может позаботиться о себе, если она прыгает из родительского дома сразу же замуж, ни разу не заработав, не позаботилась о себе, не научилась самодостаточности, то она может растворяться в отношениях. И моя задача научить женщину развиваться. Ты можешь не зарабатывать миллионы, но найти любимое дело, от которого у тебя глаза горят, тогда люди всегда будут аплодировать тебе денежками, вне зависимости от условий обстоятельств, потому что ты занимаешься любимым делом. И вот когда женщина занимается любимым делом, она всегда будет интересным, достойным мужчине. Конечно же, наши женщины привыкли путать насилие с силой. Почему? Потому что отец был арбузер, потому что был тиран, потому что сама утверждался за счет семьи, были созависимые отношения. И конечно же, девочка вырастает в женщину, и ей кажется, что вот этот абьюз, это и есть мужская сила, но это не так. Поэтому выйти из этого абьюза, выйти из зависимых отношений может женщина только та, которая не боится остаться одна. Почему она не боится остаться одна? Потому что она может о себе позаботиться. В эмоциональном плане для этого нужен психолог, в сексуальном плане для этого нужен сексолог. И психолог, и сексолог помогают женщине и в финансовом плане разобраться, и в социальном. И она понимает, что да, я могу быть счастливой без мужчины, мне в кайф быть одной. Я хочу этим счастьем поделиться с достойным мужчиной. И она входит в отношения и приумножает это счастье. Но если вдруг он сойдет с ума или обстоятельства так сложатся, что отношения разрушатся, она не останется одна. У нее есть она, и у нее есть все эти внутренние ресурсы, которые помогут выйти на качественно новый уровень, прожить этот траур разрыва и потом встретить нового мужчину. То есть здесь нет зависимости. здесь как раз пара от того, что им хорошо вместе. Нет вот этих недопущений, главное, чтобы он не ушел. Ведь невозможно любить женщину, которая вцепилась в штанину мужчины. Когда можно начинать брать деньги от мужчины? Во-первых, мужчина, у которого есть деньги, он с радостью дарит подарки. и если уже третье свидание, а он все боится подарить цветы или вытесняет, или у него есть ограничивающие убеждения, что цветы это романтики-бездельники, то можно сделать так. Ой, Миша, ты сегодня пришел, я так рада, без цветочков. Ну, хорошо, в следующий раз принеси мне, пожалуйста, розы. Мне так приятно это будет, так ценно. Вот я думаю, что говорить о своих желаниях и потребностях можно уже и на втором, на третьем, потому что первое, это все-таки не свидание. Мы пришли попить кофе и понятия не имеем, кто мы, потому что в переписке невозможно понять, насколько мы подходим друг к другу. Дим, вы сказали про подарки. И действительно, сейчас, в общем-то, куда ни глянь, везде достаточно много каких-то курсов, вебинаров, марафонов, как сделать так, чтобы мужчина дарил тебе подарки. При этом, когда начинается история, как сделать так, чтобы мужчина давал тебе деньги, сразу как-то не так становится, сразу как-то фу, как-то вот немножко, что это для содержанок. Почему такая разница? И вообще, суть вот этого акта в его основе, в его ядре, одно и то же, когда мужчина дарит тебе кольцо с бриллиантом или там серьги, неважно, да, чтобы не уводить сейчас в матримениальную историю, или когда он тебе дарит миллион рублей? Девчонки в Москва-Сити действительно могут легко уже в первый месяц знакомства попросить мужчину подарить какой-то дорогостоящий подарок. Также... Это надо прям просить, да? Да, да. Ртом, да? Нет, она ему может скинуть ссылочку на сумму, и он просто оплачивает. Вот. И она это может, она себе разрешает. Потом она просит деньги, чтобы он наплатил апартаменты и парковку. А потом просит помочь с кредитом выплатить и так далее. И вот мы уже видим девочку на Порше в живущем в Москва-Сити, и мы можем ей позавидовать. Ну, мы внимательно смотрим выпуск. Так вот, значит, здесь теперь возвращаемся к самодостаточной женщине. Зачем мне просить в начале отношений, чтобы он оплатил мне апартаменты? Я нормально себя чувствую? Я снимаю квартиру, или у меня есть квартира, я работаю? Зачем? Не понимаю. Зачем мне у него просить деньги? Зачем мне просить у него дорогостоящий подарок? Я еще не поняла вообще, кто он, подходим или друг к другу. А вдруг я сейчас начну просить у него подарки, он потом скажет, ты мне должна и так далее. Зачем? Я хочу посмотреть наоборот, насколько он адекватен, насколько он щедр, насколько он готов брать ответственность в отношениях и проверять инициативу. Поэтому я не тороплю события. И мне как раз полгодика нужно для того, чтобы понять, насколько он скупердяй. Сказать про чаевые или сказать про счет, а почему бы и нет, посмотреть его. он там оплатил чаевые. Она его подчеркнула, сказала, какой ты щедрый, как мне это ценно. Он оплатил счет. Как мне приятно. Как мало сейчас мужчин, которые действительно готовы проявить инициативу в этом плане. И он всегда теперь будет оплачивать счет и всегда будет давать чаевые. Если мы это подчеркиваем, это позитивная мотивация. Он подарил цветочек. Ладно, в начале отношений может быть букетик не с 500 роста, 1000 роста и так далее. Ладно, бог с ним. Принес маленький букетик за 3-5 тысяч. Похвали, скажи, какие красивые, как вкусно пахнут, какой он внимательный. Угадал с цветами. Все, он будет стараться теперь все время дарить эти цветы. Почему? Потому что в этот момент у него вырабатываются гормоны радости, он чувствует себя хорошим. Вот так вот потренировать мужчину через позитивную мотивацию, тебе ничего не должен. Но когда ты это подчеркиваешь в нем, он хочет испытать это еще больше, он еще больше хочет подтверждения, он еще больше хочет преумножения всех этих ощущений и чувств. В течение полгода нормально. А потом? А потом что? Мы уже полгода занимаемся сексом, мы уже полгода развиваем отношения. Я же могу задать вопрос, как ты видишь наши отношения? Чего ты хочешь через год? За что ты любишь меня? Что ты чувствуешь ко мне? Это же абсолютно нормально. И вот уже мы выходим на новый этап развития отношений. В течение года абсолютно нормально понять, что оказывается мы хотим быть семьей. И он сделает предложение. Ну а уже на свадьбу ты что? Ну конечно же нужно задать вопрос, а как ты это видишь? Он скажет, ну как? Я готов оплатить здесь, здесь, хочу общаться с тобой каждый день, я хочу просыпаться с тобой, засыпать с тобой. И мужчина тянется к такой женщине. Ну и конечно же, раз ты меня зовешь к себе, то кто оплачивает квартиру, кто оплачивает счета? Здесь вопросов не должно быть. Ты же приглашаешь меня. А почему вопросов не должно быть? Потому что если я забеременею, если я рожу, то я не смогу зарабатывать деньги. А тогда смысл мне рожать от мужчины, который не может сам о себе позаботиться и не может позаботиться обо мне и ребенке, когда мы, не дай бог, будем не в состоянии. Это абсолютно нормальная история. Поэтому деньги, инвестиция в женщину, времени, сил, ресурсами нужна больше всего мужчине, а не женщине. Чтобы мужчина чувствовал себя добытчиком, достойным, настоящим лидером. У него же вырабатывается сила внутри мужская, чтобы завоевывать еще больше территории, приносить мамонта своей женщине. А когда партнер по ипотеке, все, 50 на 50, ты должна еще работать, а что ты, мне не нужно, чтобы ты готовила, мне нужно, чтобы ты работала, приноси деньги. Зачем тебе цветы? Цветы завянут. К чему это все? Вы как раз сейчас упомянули о том, что мужчине очень важно чувствовать себя добытчиком, очень важно делиться этой добытой, ну как минимум приносить ее. Что происходит на уровне самых разных процессов, высших или земных, когда женщина отказывается принимать подарки или деньги? И мне кажется, это достаточно распространенная тенденция, что женщины, боясь попасть в зависимость или элементарно не умея это делать, отказываются от каких-то приятных моментов, которые мужчина готов обеспечить. Да. возвращаемся к Фрейду. У нас есть этапы психосексуального развития. Есть такой этап, он начинается с трех лет, где мы понимаем гендерную принадлежность. То есть мама пашет 24 на 7 на работе, тащит деньги, является добытчиком, он сидит на диване, либо пьет, либо вечно в состоянии жертвы, депрессии. И ребенку сложно понять, кто здесь кто. У девочки возникает такая установка, что быть слабой это про унижение, про саморазрушение, поэтому мне нужно быть как мама, все тащить на себе, потому что мужчина, с которым мама строила отношения, мой папа, он бросил нас. И мама стала ломовой лошадью, и мама, и папа в одном флаконе. И поэтому мне тоже нужно быть максимально самодостаточной и независимой, чтобы, не дай бог, мужчина, который придет в мою жизнь, он, скорее всего, меня кинет, потому что происходит обобщение, психика экстраполирует это на другие отношения, опыт моих первых отношений с родителями. И поэтому девочка очень боится быть зависимой, быть слабой, для нее проявлять слабость это про унижение, нужно все тащить на себе. Поэтому если есть такая модель поведения, то любые подарки, забота мужчины будет вызывать у нее сопротивление, потому что она слышала с детства, как мама говорит учись хорошо, учись хорошо, учись хорошо, чтобы быть независимой. А от кого независим? Вопрос. От мира мужчин, который обязательно причинит тебе боль, если ты будешь растворяться в отношениях и будешь слабее. И вот это про стратегию выживания, поэтому девочка будет делать все возможное, чтобы ни в коем случае не зависеть. Любая помощь вызывает у нее состояние неполноценности и тревоги. Это надо в себе просто развивать, женственность. Женственность, она развивается. Умение быть слабой, ведь это на самом деле женская сила. Если мужчина будет слабой постоянно, то мы его сильным не можем назвать. А вот женщину, которая научилась просить помощи, просить поддержки, ошибаться разрешила себе, выражать свои чувства, то в этом любой психолог и сексолог видит женскую силу для современной женщины, потому что этому надо обучаться. А зачем? Во-первых, чтобы и мужчина чувствовал себя сильным рядом с такой женщиной. Если женщина постоянно доказывает, что она сильнее, умнее, все делает правильно, если она доказывает, то она включает соперничество с мужчиной. Для нее быть правой важнее, чем быть любимой. А мужик, это, ну, это, я вам скажу, ходячая проблема. В нем агрессия, тема тьмущая. Он постоянно ее давит. Он бывает, как оголенный провод. Большинство мужчин такие. У них агрессии дохренища. И если он там агрессирует на работе, отстраивает свои границы, достигает успеха, он постоянно с мужиками соперничает. Приходит домой, и еще там спичка одна, вторая, третья, не то сказал, не то сделал, не так посмотрел. Ты ко мне плохо относишься, ты не уважаешь меня, ты и так далее, ты и так далее, ты думаешь только о работе, ты думаешь только о себе. Ну, к сожалению, у таких отношений не будет перспективы. И этот же мужчина приходит к женщине в отношении, тоже ничего не поменялось. Тот же мужик, который зарабатывает деньги, развивается, тот же колдобистый дровосек, тот же деревянный и так далее. Но приходит к женщине, которая натренировала в себе возможность побыть женственной, где-то промолчать, где-то сказать окей, где-то сказать, я понимаю твои чувства, да, они гандоны, ты прав. Где-то понять, что то, что он злится, это не про нее. Он злится сейчас, потому что он, как оголенный провод, у него там внутри проблемы, он еще на работе остался, его голова еще на работе. Да, она может как-то сообладать со своими чувствами, разобраться с ними самостоятельно, а не выплескивать на него. Да, как бы побыть водой, женщина-вода, проявить женственность, побыть слабой, побыть вот такой женщиной, которая может помолчать немного. Дим, но если вот положа руку на сердце, просто я здесь вполне, в школе у нас терапия, я готова предоставить себя в качестве испытуемого. Я выросла без отца, и всю жизнь наблюдала сильную маму, которая как могла выживала вместе со мной. И все те, весь тот спектр проблем, который далее должен возникнуть с мужчинами, он, конечно же, как миленький возник, положа руку на сердце, не пытаясь оставить мне какую-то хрупкую надежду, а вот так по-честному. А можно что-то с собой сделать для того, чтобы научиться принимать помощь, научиться просить. Я вот просто стиснув кулачки, просто заставляю себя в самолете просить мужчин поднять мне чемодан, ну вот в ручную кладь. И делаю это ну просто вот на последних морально-волевых, просто как вот практику, как пресс покачать. Можно ли по-настоящему избавиться от этого? Или нужно просто принять то, что, ну вот да, я такая, это мои уроки, я родилась в такой семье, вот что можешь, попроси, а что не можешь, уже, да бог с ним, живи как живется. У вас сформировалась замечательная структура личности, но настоящая глубина в глазах, настоящая сила личности проявляется в сложностях. И то, что у вас не было папы, это говорит о том, что давайте посмотрим на ваш успех. Восхищаюсь тем социальным успехом, которого вы достигли. Вы социально общаетесь с суперзвездами, вы ни в чем себе не отказываете, вы прекрасная, сексуальная, красивая женщина. И вот вы в самолете и хотите, чтобы мужчина в общем помог с багажом закинуть наверх. И вы испытываете напряжение перед тем, как попросить. Задайте вопрос, что я чувствую? Какой-то тягомотин он чувствует. Он или вы? У мозга, я имею в виду. Тягомотин. Ну какой-то вот это вот ой, он не видит что ли, что мне надо помочь? Почему надо просить? Вот. Определенное бложествование. Он должен. Я-то все контролирую в этой жизни. Я-то через контроль достигаю успеха. Мой уровень эмпатии настолько высокий, что я прекрасно понимаю, что нужно человеку рядом со мной. Но этот деревянный мужчина понятия не имеет и не чувствует. Попросить его это значит тренинг. Я прошу не потому, что я слабая. Я прошу не потому, что значит очень сильно в этом нуждаюсь и без него не справлюсь. Нет. Я тренируюсь. И когда вы попросили, он помог, вы себя благодарите и хвалите. Какая же умничка. О, супер. И вот мозг фиксирует, что это выгодно и безопасно. И чем больше вы просите через осознанность работать со своими мыслями и чувствами, тем больше вы видите, что этот опыт для вас выгоден и безопасен. В следующий раз вам будет проще попросить какого-нибудь мужчину рассказать о чем-то интересном, что для вас действительно важные цены и побыть рядом с ним в позиции ученицы. И таким образом развивать нетворкинг, получать от мира мужчин еще больше, потому что мужики, они обожают делиться своей силой, опытом, какие они умные, любят женщинам помогать. И вы сможете выйти еще на более качественном уровне в мире мужчин, манипулируя в хорошем смысле слова их амбициями. Немножко хочу с вами поговорить про социальные явления. Помните, возможно, Мерлин Монро в замечательнейшем фильме «Джентльмены предпочитают блондинок» там цитаты сейчас будут неточные, но она говорила что-то типа «Если женщина будет зарабатывать деньги, то у нее не останется силы времени на любовь». И мы смотрим и воспринимаем это как некое такое обаяние золотого Голливуда из ее уст. Но в рамках нашей действительности нам это кажется какой-то продажностью, меркантильностью, чем-то не очень благостным. Как вы думаете, как так сложилось? Мерлин Монро отчасти была права. Вот клиентский случай. Приходит ко мне пара. И муж говорит, она меня не хочет, я, значит, деньги зарабатываю, заводчица семье, а у нее, понимаешь ли, сексуальное охлаждение, видимо, не любит меня или любовник. Она ему отвечает, дорогой, я так устала, потому что я тоже работаю, я потом укладываю детей. А до этого я их отвезла в садик перед работой. И после работы накормила, напоила и погуляла с ними. И я, черт побери, иду укладывать детей. А после того, когда я выхожу из спальни, я больше ничего не хочу. И к чему мы пришли? Он начал отвозить детей в садик сам и укладывать их. И вуаля! У нее появилось и влечение и в возбуждение. И они начали заниматься сексом намного чаще. Поэтому Мерлин Монро была права. В этом плане я с ней согласен. Но с другой стороны мы видим крайность, когда женщина абсолютно не развивается, у нее нет внутреннего интереса достигать, получать что-то новое, быть полезной этому обществу, то тогда она в позиции ребенка в отношениях. Или наоборот, еще хуже, когда женщина превращается в мамочку для своего мужчины. И все тащит на себе. И работает, и детей воспитывает, и все на ней. Потом значит придет, все свои потребности утолит, и побежал к друзьям в гараже или там куда-то еще. То есть женщина чувствует себя полностью использованной. Она этого не замечает, она в комплексе мамочки, а своим комплексом мамочки она блокирует у него сексуальную энергию к ней, потому что он в ней видит мамочку. Потому что у мужчин ген есть, который передается из рода в род и блокирует сексуальное возбуждение и влечение к своей собственной матери, чтобы мы гены правильно передавали. Поэтому если женщина под проекцией мамочки, это женщина, которая слишком сильно любит, то нет ничего такого, ну что у мужчины просто не стоит на такую женщину. Еще одно социальное наблюдение. Как вы считаете, Дима, почему так складывается, что когда ты встречаешься с обеспеченным мужчиной и он дарит тебе дорогие подарки или дает деньги или то и другое, то общество как-то типирует это как содержанка такого женщины. А если ты вышла с такого человека замуж, то ты счастливеца. Ответственность. Когда женщина замужем, мужчина берет за нее ответственность. Он строит бизнес, она прикрывает тылы, она мотивирует, поддерживает, он идет вверх по карьере. Они наживают вместе. И когда они будут разводиться, не дай бог, то она является полноправной хозяйкой всего того, что они нажили. То есть это происходит в семье. это про развитие, это про ответственность, это про безопасность. Когда женщина находится в конфетно-букетном периоде уже длительные годы, она потом не замечает, что этот конфетно-букетный период перешел в бытовуху, и она уже всю себя мужчине отдала, он зарабатывает свои денежки, а потом говорит, уходи, вот твои чемоданы, и она ни с чем уходит. Поэтому мне всегда хочется обратиться к женщинам, которые не готовы отстаивать свои границы и входить в семейные отношения. Это небезопасно. Причем, если отношения не развиваются, то они всегда находятся в регрессе. Значит, они разрушаются. Отношения либо идут вверх, либо вниз. А стать семьей это про развитие отношений. Ну и, конечно же, люди, которые видят, женщине дарят подарки, но она не развивает отношения, они отчасти ей завидуют. И поэтому проще всего такую женщину назвать содержанкой или как-то еще похуже. Но это все из-за чувства зависти. Поэтому на эту обратную связь я бы не обращал внимания. Дим, если бы вы могли дать один, некий один навык всему человечеству, понимая, что этот навык исцелит человечество и сделает его в мази своей счастливее. А что бы это было? В священных писаниях написано возлюбие ближнего своего, как самого себя. И верующие некоторые говорят, что любовь к себе уже вшита Богом, и нечего ее развивать, это эгоизм. А другая категория верующих говорит, что да, любовь к себе она была дана с детства, с рождения, но грех, ограничивающие убеждения, установки, проклятие, если хотите, что угодно, мешает человеку любить себя, поэтому и человеку сложно выстроить отношения с Богом, и истинные отношения с партнером, и вообще с друзьями, с обществом. Я думаю, что любой психолог и сексолог прекрасно понимает, что все начинается с любви к себе. Также все лечится любовью к себе, начиная с панических атак, заканчивая депрессией. Если мы по-настоящему любим себя, то это гарантирует, что мы будем счастливыми в нормальных осознанных отношениях. А что такое любовь? Любовь, вот по-моему, это глагол. Это такая глубокая заинтересованность в том, чтобы объект любви развивался и восполнял свои потребности. И вот если я глубоко заинтересован или заинтересован в том, чтобы развиваться и восполнять свои потребности без всяких табу и запретов и токсических верований, которые ко мне прилипли с самого детства, то все будет хорошо. хорошо. Продолжение следует...